итак друзья всем снова привет на канале ежемото с того бока сегодня хотел поговорить с вами о такой теме как втулка верхней верхней головки шатуна и палец мотоциклов ежевского семейства в частности сегодня речь пойдет о двигателе еж планет о чем хотел поговорить так как в интернете много споров о том какой делать зазор в верхней головке шатуна какой должен быть натяг в поршне когда мы монтируем палец должен ли быть этот натяг либо он должен быть нулевым и так далее много споров каждый отставит свое мнение сегодня я бы хотел вместе с вами в этом разобраться есть у меня тут некоторая литература мы коснемся разных аспектов но основные будут это конечно как же это должно все быть устроено вот такая литература некоторые это очень достойные книги хорошие авторы читаются легко доступно но для искушенного зрителя я конечно подготовил есть у меня вот такая вот книга конструирование механизмов радиоэлектронной аппаратуры так как второе мое хобби я радиолюбитель радиоэлектронщик и так давайте возьмем первую книгу с нее мы начнем эксплуатация нестандартный ремонт и так в этой книге на странице 17 мы видим что в главе про поршневой палец про поршень дается описание какой же должен быть зазор и так смотрим поршневой палец промежуточным звеном связующим поршень двигатель с шатуном является поршневой палец посадка пальца при установке его в верхней головке шатуна должна быть скользящей а в бопышках поршня плотный тугой что это значит если вы думаете что понятие скользящей посадки плотный тугой это какие-то народные изречения то это не так и в книге проще по конструированию радиоэлектронной аппаратуры на странице 36 есть вот такая вот глава элементы точности и надежности механизмов фрэ ну вкратце и здесь дается описание что такое вал вал втулка посадки и допуски и так далее здесь уже именно очень точные все данные и вот я бы хотел обратить внимание что вот на этот график что здесь нам дано здесь написано расположение полей допусков для различных классов точности в системе отверстия смотрим значит страница 39 допуски и посадки в машиностроении приняты следующие основные виды посадок прессовая легкопрессовая тугая глухая тугая напряженная плотная скользящая движение ходовая легко ходовая широко ходовая и вот они даны нам сокращенные то есть в той книге впервые говорилось что посадка в верхней головке штана должна быть скользящая а в бабышках поршни плотной либо тугой и ищем что такое скользящая плотная или тугая глухая тугая под буковкой т это тугая посадка и смотрим вот есть фраза скользящая посадка она обозначается с то есть это как вы понимаете все термины принятые для обозначения посадок прессовая легкопрессовая скользящая тугая и так далее это все имеет свои понятия и здесь вот даны вот тугая посадка и мы смотрим здесь микрометры у нас отложены и класс точности второй класс точности это обозначение как раз посадки поршня пальцев поршней в бабышках и в верхней головке штана сегодня конкретно речь пойдет о двигателе планета 5 далее читаем вот этот первый абзац при этом прессовые посадки дают гарантированный натяг посадки глухая тугая напряженная и плотная являются переходными а остальные подвижными то есть дают гарантированный зазор для посадки скольжения минимальный гарантированный зазор равен нулю то есть здесь мы уже имеем некоторое представление что если у нас должна быть скользящая посадка то она может быть равна нулю и это будет гарантировано что посадка будет скользящей дальше на странице 41 здесь даны классы точности то о чем я говорил и вот второй и два класса точности применяются для ответственных соединений где к посадкам предъявляются высокие требования определенность характера сопряжения а к деталям их взаимозаменяемость которая обеспечивает точную сборку это примерно наш поршень палец и вгш втулку идем дальше были такие вот журналов из планеты юпитер в принципе очень неплохие журналы есть что почерпнуть неискушенному читателю и смотрим и вот смотрите мы здесь вот с вами видим что при установке ремонтных пальцев отверстие в бабушках поршня довести до размера обеспечивающие зазор 5 микрон зазор между поршневым пальцем и втулкой что она должен быть от одной до трех сотых то есть понимаете да 0 до 5 микро ну здесь я долго не буду остановиться также здесь даны и маркировка пальца его размер отверстие в бабушках поршня в числителе дается допуск на отверстие знаменатель если приводится это на вал допуск и здесь вот отверстие в бабушках поршня отверстие во втулке штона и монтажные зазоры поршневой палец втулка головки штона 5 тысячных до 15 полтора сотых радиальный не забываем то есть и роликовый подшипник головки штона далее далее литература вот такая открываем страницу 172 здесь читаем замена втулки производится при предельном зазоре между пальцем и втулкой десятки изношенную втулку иногда разворачивают под палец ремонтного размера но чаще выпрессовывают и заменяют новый выпрессовку изношенной втулки и запрессовку производится с помощью болта и гайка в тисках дальше здесь описывается как развернуть втулку и и и читаем поршневой палец следует устанавливать в бабушках поршня более плотно чем во втулке верхней головки штона зазор не менее трех сотых это верхней головки штона это осуществляется незначительным дополнительным развертыванием втулки верхней головки штона разъезженной разверткой либо простой разверткой наложив на одну третью окружность полоску тонкой бумаги ну и дальше что-то описывается как разорачиваться и добить эту тему есть вот такая вот книга здесь на странице 82 здесь приводится уже конкретные вот таблицы 6 млз это минский ну не столь важно да и вот смотрите поршневой палец его размер 14 0 13 9 9 7 5 поршень отверстие под палец в поршне в бабушках допускаем 14 0 0 5 это как раз в плюсе 5 микро до 14 0 0 25 это тоже допуск и 14 0 0 25 14 0 0 то есть мы можем поставить палец 14 0 0 и размер в бабушках поршня может быть тоже 14 0 0 и также максимальный может быть 14 0 0 5 то есть понимаете да в большинстве литературы везде указывается 0 плюс 5 тысячных примером либо говорится как в первой книге что посадка должна быть тугая либо плотная а верхние головки шатуна скользящие ну мы с вами уже знаем что тугая плотная тоже есть свои данные которые можно по таблице сравнить ну здесь опять же приводится пример как монтировать эту втулку и так далее дополнить я хотел тем какие виды бывают разверток и как разворачивать вот у меня есть раздвижная развертка ее размеры 13.5 до 15.5 вот она раздвижная то есть она перекрывает юпитеровские втулки и планеты 5 это раз есть вот такая разверточка 15 номер 1 это нерегулируемая 15 0 разверточка ну и тут у меня для юпитеровских 14 0 такая уже более современная ну вот друзья в принципе то о чем я хотел вам сказать да развертки можно регулировать и смотреть их размер вот с помощью микрометра например чтобы не ошибиться сильно ну окончательную конечно проверку палец должен в ВГШ входить от такого небольшого усилия большого пальца вот что еще хотел сказать если сделать слишком плотную посадку в бобышках поршня с натягом мотоцикл будет работать но будет увеличенный износ верхней головки штюна из-за того что палец не будет вращаться во время когда двигатель уже прогрелся палец будет стоять мертвый и будет всегда как бы износ на одной и той же плоскости происходить когда же палец вращается будет равномерный износ и палец прослужит дольше также при холодном старте если будет палец довольно плотно в бобышках будет излишний шум этот шум будет связан с тем что поршень при перекладке когда по зеркалу будет происходить удары потому что он туго вращается и во время перекладки будут удары пока поршень не прогреется двигатель поэтому вот так я думаю спорой на этом иссякнут литературы было пять источников это так навскидку то что у меня здесь под рукой оказалось я собираю стараюсь сделать в ноль потому что все равно когда мы проходим разверткой те же бабушки поршни если мы используем ремонтный палец частота обработки после развертки она конечно сейчас посмотрим какого класса так вот смотрите друзья в той же книге здесь вот данный в таблице 32 вот видите да класс точность 2а 3 и 2 класс точность ну я все-таки склоняюсь что поршень палец и втулка это 2 класс точность либо 2а и вот здесь с зазором если диаметр то должна быть класс посадка да с зазором вот данный класс 8 7 6 и говорится что выбор класса чистоты поверхности и способ ее обработки зависит от характера соединения детали класса точности размеров изделия и вот в таблице даны рекомендации так есть еще вот такая вот таблица здесь класса чистоты и при каких способах обработки какие классы чистоты у нас получается и вот развертывание и вот развертывание мы смотрим класс чистоты 8 9 и здесь даны еще материалы легкие сплавы латунь бронза и сталь и какие классы получается после обработки и тут экономический класс точности что имеет тоже важное значение при конструировании мотоцикла было инженеры все знали просто есть вот такой вот график например это графика изменения относительной стоимости изготовления например какого-то валика в зависимости от величины допуска и мы здесь видим как стоимость его резко растет при увеличении при увеличении точности допуска так скажем в массовом производстве это будет заметно дороже ну вот друзья в принципе то о чем я хотел с вами поговорить в этом видео не будет практической части разворачивать втулку верхней головки штана и поршень мы с вами будем в следующем видео пока все хотел всех поблагодарить кто смотрит меня мои постоянные подписчики новые зрители я всех благодарю и подписывайтесь на канал чтобы не потерять меня в паутине интернета кому понравилось видео пишите комментарии всем буду рад всего доброго и до новых встреч